К сожалению, живописных работ шакала в Беларуси еще нет. И такая печальная ситуация, это наследие нашего советского прошлого, когда шакалы после Второй мировой войны, и об этом писали даже инсклопедии все, выпущенные до 1980 года, считали французским художником. Так и написано. Марк Шакал, французский художник. Вот то, что мы имеем сейчас, уже хорошую коллекцию графических работ Шакала, это, можно сказать, чудо, которое произошло за 20 лет, потому что практически все эти вещи – это подарки. В 1944 году последние слова перед смертью были именно у ее заметки. «Девушки отдыхают, чудо, чудо». «Девушки отдыхают, чудо» «Девушки отдыхают, чудо» О Витебске сложилось в мире совершенно такое особое впечатление не как о реальном городе, а как месте фантастическом, в котором происходят какие-то невероятные вещи. И только сейчас, когда уже 20 лет работает наш музей в городе, появилась категория людей, которые просто хотят приехать в этот город и сравнить, насколько это соответствует реальности. До Марка Шибалы, до его инициативы в Витебске не было профессиональной художественной школы. И именно благодаря его стараниям и связям он добился передачи этого здания целого огромного особняка для своей художественной школы. Он здесь жил недолго, месяца три. Здесь была его мастерская живописи, которая называлась «Свободная мастерская». И даже была открыта вторая, так как поток учеников был огромен. «Свободная мастерская» Я горжусь, что Марк Шигал жил в Витебске, которые он рисовал на большинстве своих работ. И я хочу, чтобы живописные картины вернулись в Витебск. Я хочу, чтобы живописные картины вернулись в Витебске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!